В первых числах ноября в городе Анахайм, штат Калифорния, прошла очередная выставка BlizzCon, посвященная играм понятно какой компании. На этот раз у Метелицы была задача не только показать, в каком направлении двигаются её франшизы, но и попытаться реабилитироваться за неудачный анонс мобильной Diablo Immortal в прошлом году. Началось, правда, всё вообще с извинений за ситуацию с игроком Hearthstone под ником BlitzChunk, который своим неуместным высказыванием в поддержку Гонконга и последовавшими за этим жёсткими наказаниями впутал компанию Activision Blizzard в международный скандал. Или-то сама вляпалась? Если интересно узнать мнение редакции на этот счёт, то ряд наших авторов обсуждал противоречивую тему в прошлом выпуске Игрозора. Я же, как и большинство геймеров, заинтересован не в политике, а в играх, так что давайте уже к ним. На связи с topgame.ru, мы начинаем. Пересказывать всю церемонию открытия нет смысла, Ваня с Эльманом комментировали её в прямом эфире, а запись лежит на лайв-канале. Поэтому сконцентрируемся на двух главных анонсах. Это, конечно же, Diablo 4 и внезапно Overwatch 2. Пощупал оба проекта, пообщался с их разработчиками и готов поделиться эксклюзивными интервью вперемешку со своими впечатлениями и наблюдениями. Да, очень своевременными. Гражданин Эстонии никогда же не делал репортажи медленно. И вот опять. Это прям какое-то чертово проклятие. Но Diablo мы оставим на сладенькое. Для начала разберемся с PvP-шутером, номерное продолжение которого вызвало у многих лишь один вопрос. Нафига? Overwatch 2 — это сиквел первой части, который не только продолжает наращивать количество контента для нашего солидного наследия соревновательного PvP-мультиплеера в виде свежих карт, героев и режимов, но в то же время добавляет совершенно новый компонент, который, на наш взгляд, должен расширить публику игры. И это кооперативный PvE-мультиплеер. Он состоит из таких элементов, как сюжетные задания, что толкают вперед повествования, а также миссии героев — многократно реиграбельные уровни, включающие в себя механики вроде прокачки персонажей. Мы надеемся, что люди будут раз за разом возвращаться к этому режиму, чтобы каждый вечер проходить всякие миссии в различных локациях против разношерстных врагов на разных уровнях сложности, чтобы прокачивать своего героя и добавлять ему новый талант. На выставке же была представлена лишь одна сюжетная миссия на четверых. И если вы гоняли в сезонные события вроде мятежа или возмездия, то это прям вот оно, только с другим квартетом героев. Ничего принципиально нового здесь нет. Выглядит, звучит и играется всё в целом, как и прежде. Мы бежим из точки А в точку Б и убиваем всех на своем пути. Ну и ролики иногда смотрим. Поскольку в этом режиме не настолько важен баланс, то некоторые способности бойцов слегка подкручены в сторону большего веселья, из-за чего мы без особого труда выполнили задания на сложности эксперт. Да, проходить сюжетку тоже надо в онлайне с друзьями или рандомами. Мы экспериментируем, чтобы понять каково это играть бок о бок с искусственным интеллектом, которым управляет компьютер. Это комплексная проблема, и мы определенно рассматриваем такой вариант, но пока что рано говорить о чем-то конкретном. Вторая часть явно взяла прицел на PvE контент, которого, будем честны, не хватало оригинальной Overwatch. Вспомните релиз, и с каким скепсисом многие относились к исключительно мультиплеерной игре за фул прайс. И всё равно раскупили потом бешеным тиражом, а церемония The Game Awards даже признала проект лучшим в 2016 году. Сейчас же наблюдается некая обратная ситуация, когда к сетевому шутеру прикручивают PvE-режимы и называют это всё полноценной второй частью, хотя мультиплеер остаётся общим. То есть у всех, кто купил оригинал, клиент обновится до новой версии, прогрессы скины перенесутся и можно будет рубиться с обладателями сиквела. При таком раскладе встаёт вполне резонный вопрос, а насколько вообще оправдана цифра 2 в названии? Когда мы берём в расчёт количество проделанной работы и не только общий объём, но в то же время и тип вещей, которые мы делаем для Overwatch 2, то для нас это действительно ощущается как совершенно новая игра. Мы не только добавляем новые карты в каждый имеющийся режим из оригинала, но также внедряем несколько новых героев. И уже одно только это в сравнении с первой частью довольно весомо. Если приплюсовать сюда PvE-контент, а также миссии героев и сюжетные задания, свежие облики и новые технологии, нужные для поддержки многих этих вещей, плюс другие аспекты, которые мы ещё не анонсировали, то нам это видится как полноценная новая игра. Это действительно сиквел. Получается, что авторы оправдывают для себя двойку в названии. Логично предположить, что и стоит игра в таком случае будет стандартной 60 долларов, хотя Blizzard про цену молчит. И на фоне единого мультиплеера это выглядит обдираловкой, поэтому вероятнее всего владельцам первой части можно будет обновиться до второй за доплату. Вопрос лишь в том, как это будет сделано, ибо вариантов в целом два. Тебя либо подкупят хорошим предложением, либо как-то искусственно ограничат и не позволят полноценно наслаждаться сетевыми боями без апгрейда. Короче, жадность против репутации хорошего парня. Делайте ваши ставки в комментариях, а мы переходим к десерту. После прошлогоднего фиаско с презентацией мобильной Диаблу Иммортал анонс четвертой номерной части был просто неизбежен. Честно говоря, только ради него и ехал на Близкон в надежде постримить прямо оттуда, но к сожалению России выделили всего один слот, и он достался Вилсакому. Благо ознакомиться с демкой можно было всем желающим. На выбор давались три персонажа. Варвар, Волшебница и Друид. Последний действительно ощущался излишне сильным, хотя умереть за других тоже надо было еще постараться. Сложность демо-версии подкручена для выставки, поэтому вы можете не заметить более трудные моменты. Но если взять нынешнюю Диабла 3 и сравнить ее с грядущей игрой, то у нас более требовательные сражения. Если же поиграть в Диабла 2 и представить, что она где-то тут, а современная Диабла 3 примерно здесь, то мы стараемся больше сдвинуться в эту сторону. На самом деле возвращение к корням чувствуется прямо во всем. После того, как я забежал в одно из рандомно сгенерированных подземелий и столкнулся с красными шаманами и чертиками из Диабла 2, то понял, что ремастер второй части по большому счету и не нужен. Его, кстати, по слухам отменили, чтобы сконцентрировать все силы на Д4, которая даже визуально вернулась к привычной мрачности и кровавости серии. Когда вы разрабатываете номерное продолжение франшизы вроде Диабла, то у вас есть возможность своего рода пересмотреть цветовую палитру. Что касается темного фэнтези, то мы видим спрос на него в той же поп-культуре, оно хорошо принимается и у него крайне широкая аудитория. Так что мы решили, что сейчас самое время вернуть более мрачные тона Диабла в мир Санктуария. Если же говорить более субъективно, то когда мы с Джоном увиделись на первом собрании, то сверили друг друга взглядом и такие, ты бы хотел сделать более мрачную Диабла? Да, хотел бы. И в итоге нас никто не остановил. Да, нам никто не сказал нет. Джон неоднократно прибегал к аналогии, что нам просто вручили ключи от Феррари и мы погнали. И это круто. У наших фанатов иногда складывается впечатление, что у нас есть комната полная важных шишек, которые указывают, какой должна быть Диабла. Но на самом деле решение принимает команда разработчиков и другие люди, которые причастны к созданию игры. Несмотря на своеобразный перезапуск серии, Диабло 4 полноценное продолжение. Я так и не понял, почему авторы не смогли прийти к единому знаменателю, но это было забавно. В любом случае, отдельные персонажи из прошлых частей еще живы, и встретятся нам по пути к королеве суккубов Лилит, которые зачем-то открыли путь в Санктуарий, что явно не предвещает ничего хорошего. Ну и Диабло тоже затаился где-то поблизости, куда же без него. Противостоять вселенскому злу можно в одиночку или в компании друзей. Кооператив поддерживает до четырех человек. Однако при любом раскладе вам потребуется постоянное соединение с интернетом. Диабло 4 малость ударилась в ММО, так что на карте встречаются и другие игроки, которые могут, например, помочь в битвах с мировыми боссами. Твари настолько огромные, что камере приходится отъезжать назад. При этом запутаться и потеряться в ногах конкретно этого птеродактиля проще простого, даже несмотря на заботливо нарисованный дизайнерами индикатор со стрелочкой вокруг персонажа. Когда толпа начинает пускать всякие заклинания, на экране происходит столько всего, что сражаешься скорее на ощупь. Здесь ты лучше всего и понимаешь, насколько приятно и интуитивно сделано управление. Закликивать монстров любых размеров хочется прям в промышленных масштабах. Если же вдруг наскучат лупить по мордам мобов, то для любителей ПВП обещают организовать специальные зоны. Ну и, конечно же, с народом можно торговаться. В игре совершенно точно не будет никакого аукциона с реальными деньгами. Полагаю, это мы явно дали понять. Что касается обменов, то мы перепробуем разные варианты, чтобы выявить конкретные правила. Но в целом у нас есть предметы, которые разбиты на определенные категории. Одни вещи можно обменивать, другие нельзя никогда, а третьими разрешается меняться только при определенных условиях. Например, они могут привязываться к пользователю после первого обмена. В целом мы хотим, чтобы большинство вещей вы получали за собственные убийства и личные победы. Однако какая-то торговля нужна, чтобы устанавливать социальные связи внутри вашего клана и с другими людьми. И со временем мы сможем все настроить как следует. Возможно, лишь некоторые лучшие предметы можно будет обменивать. Не понравится, значит добавим еще 10% к этому количеству. И так до тех пор, пока мы не нащупаем нужный баланс, который удовлетворит как нас, так и наших игроков. Помимо стандартных шмоток и оружия, в Диабло 4 вернутся и рунные слова. В игре есть два типа рун. Состояние и эффекта. И вы можете взять любую руну состояния и совместить ее с руной эффекта. Это формирует рунное слово, и его можно применить к предмету. Оглушить кого-нибудь это состояние. И его разрешается объединить с каким-нибудь эффектом. Например, с повышением вероятности критического удара. И получается, что при оглушении растет шанс крита. Или при оглушении герой начинает передвигаться с двойной скоростью в течение скольких-то секунд. В общем, можно выбирать и смешивать руны для формирования собственной легендарной силы. В демке руны мне не попадались. Не было в ней и заявленных скакунов. На них можно быстрее передвигаться по разросшемуся миру, хотя никто не запрещает бегать на своих двоих и использовать порталы для перемещения. В данже коней и вовсе не взять. Зато после зачистки подземелья на поняшку можно повесить отрубленную башку монстра, прямо как в третьем ведьмаке. Вероятно, это будет давать какие-то бонусы. Лошадок также разрешается кастомизировать, но пока что авторы даже не знают, каким образом мы будем получать своих скакунов. Да и вообще работы еще явно много. Тех же героев, например, сейчас всего 3, хотя на релизе обещают 5. Дата выхода не сообщается, но один из разработчиков сказал на групповом интервью следующее. Долговато. Особенно с учетом того, что через два года уже появятся новые консоли. Наверняка Diablo 4 выйдет и на Next Gen'е, однако игра будет скована некоторыми ограничениями предыдущего поколения, что обидно. И все же по первым впечатлениям, четверка движется в правильном для серии направлении мрака, крови и ужаса. Так что пускай пилят и полируют. И я думал, что ожидания можно будет скрасить за мобильной версией, но на церемонии открытия про иммортал даже не вспоминали, хотя многие верили в релиз. В беседе разработчики сказали, что и не пытались подстроиться под дату проведения выставки, и проект выйдет тогда, когда он будет готов. Стандартный ответ любого сотрудника Blizzard. Поэтому разрешите мне тоже стандартно попрощаться и покончить наконец с этим проклятым видосом, а то он вообще никогда не выйдет. Играйте в хорошие игры, берегите себя и своих близких и до встречи на страницах стоп гейм ру.